Вот эти вот все предрассудки по поводу того, что вот если он бездомный, ему помогать смысла нет, руки, ноги есть. Хотя бы подойдите и изначально узнаете, там пару-тройку слов, обменяйтесь. Так, друзья, срочные новости. Только что мне писали фотографию в Инстаграм. Сейчас 8 часов вечера. Валера, как мне сказали, находится на соседней станции метро. В общем, я не буду ждать, не буду тратить время. Прямо сегодня поеду к нему. Да, метро отдельное. Неужто фейк? В общем, сейчас придет этот парень и отведет меня там, где находится Валера. Договорились встретиться у метро. Салют. 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 Все нормально. Это случайно вообще получилось, на самом деле. Я ехал с работы, иду в сторону метро, ну, как бы вижу, лицо знакомое. Как бы пригляделся, посмотрел, посмотрел, думал, он, не он. Ну, по рассказам там и по всей общей информации, я подумал, нет, не он. А потом посмотрел на куртку и сзади написано «Вольфа». А у тебя во всех видосах, короче, получается так, да, что эта куртка как опознавательный знак. И, в общем, я его увидел, сфотографировал, Луин, написал тебе. Вон, Валера там, он машет. Да, и вон. Самое главное, что с ним все хорошо. Привет, Валера. Ну, лучше мы людьми, я не встаю, хорошо? Отлично, да. Валера, весь интернет взорвался, взорвался поисками вас. Валера, где пропадал? Ну, я лежал в больнице, честно лежал в больнице, нет, действительно, честно, без всяких дураков там это, просто это самое, споткнулся, упал, прибил локоть, на хирургии. А в какой больнице ты где вообще лежал? В 3-й городской, на Вавилово. Я просто, я же занимался поисками, вот, я позвонил, я позвонил там, во все места, которые только можно, нигде никакой инфы не было, вообще прям, вообще никакой. Я даже сходил в полицию, сходил к маме, вот, она сказала, вообще, типа, нету уже там 2 месяца. Видео показал твоё. Ага, а вообще дома, как дома дела? Плохо. Сегодня домой? Ну, а что делать? Другого места нету, просто это самое. А почему не на просвете здесь? Ну, потому что... Все, там лавочка прикрыта? Нет, почему? Скажем так, не сложились отношения у меня с местными сторожилами, скажем так. Всех спрашивают, все как один голос говорят, умер. Прямо вообще. Что обижали-то? Вообще, любая информация, любая, самая маленькая, самая нечтожная, должна бы основываться хоть на каких-то фактах, хоть на чем-то, хоть на столечко. Ага, я на кормёжку сходил, все просто в один голос, кто-то вообще убили. То есть, это такой бред. И смех, и грех, а? Да, да, да. Ой, глух дурдом, а? Какие планы? Вообще, те же самые. Все те же самые? Конечно, ничего не изменилось совершенно. Ну, да, я побывал в больнице, ну и всё. А что с тапками? Что за тапки такие? Тапки больничные. Больничные, нужны новые. А где их взять-то? Ну, пойдём купим новые тапки. Какого перепугались? Что коляска вообще, есть информация? Есть. Что, где она? Могу совершенно официально сообщить, что это самые милиционеры или полицейские, правильнее сказать, которые меня задерживали у метро, проспект на освещение. Отшвырнули коляску, сказали, полежать в кузов, как хочешь. А почему они зашвырнули? Отшвырнули. Не, не, а почему забрали? Что, типа, попрошенничаешь? Да, что нужно? Нет. Здесь они правильно исполняли закон. Чтобы попрошенничать, там надо ввести в отделение, составить протокол, тыры-пыры, вот, но консоциация факта. Если, простите, я инвалид, ну, и давайте со мной, как с инвалидом, я же не сопротивляюсь, я же не, там ни с пистолетом, ни с ножом сном бегаю. Правильно ведь? Ни людей не убиваю, ничего не граблю, ни ничего. Залетаем. А который у вас нет? 43. Ну, кстати, может, ну, какой раз, ну, 44-й это. Не, 44-й нормально, 43-й старт нормально будет. Можно такие вот? Второй, да? Да. Ну, просто сразу же заберем, не мерить не будем. Предлагаю что-нибудь зайти еще, похавать ему взять. Слушай, ну, я его сейчас чуть-чуть кормил, как бы, но то, что я ему там рулет купил, я думаю, ему этого маловато будет. Когда я ему сказал, что, типа, ну, так и так ты приедешь, он реально, ну, то есть по его лицу было видно, что он обрадовался, как, ты знаешь, такая детская наивность, как ребенок прям обрадовался, такой, о, ничего себе, типа, а как ты это сделаешь, позвони там ему, я такой, ну, вот я ему напишу, позвонить нельзя. И он реально обрадовался, и вот это, знаешь, искренние эмоции на лице у человека, ну, их не передать просто. И я ему показал вот как раз-таки видео твое последнее, которое... Валера, живи? Да, в которой Валера, живи. Он посмотрел буквально секунд, там, не знаю, 30, когда его там друзья с просвета говорили, что так и так, там, типа, он умер, он просто в шоке был. Типа, как так, ну, как бы, я живой, я в больнице был. На самом деле, реально, вот, хочется всем людям пожелать не быть черствыми. Если вы видите, что человек реально нуждается в помощи, а тем более сейчас у нас достаточно суровое лето в Питере, как бы, если есть возможность, там, даже 5-10 рублей, ну, реально, помогите. Потому что ситуации жизненные бывают разные, а все, ну, у всех людей просто невозможно осветить, то есть, ну, чтобы к каждому человеку подойти и пообщаться, на это нужно время, сила, энергия, какие-то эмоции. Ну, спасибо. Это не у всех есть, то есть, как правило, все занятые люди у нас, да. Ну, откуда ни возьмись. Да. Держи. Это еда. Нифига себе. Да, а это вот... Там контейнер, он не перевернул. Ед много. Вот, а вот это вот ботинки. Мерь. Спасибо большое. Надо померить. Погромнейший. Так, ну, давай. Нормально. Нормально? Великолепно. А вон там обмывочно. Сними, сними. Как, где? Где? Я не боюсь, я отдам деньги. Деньги не надо отдавать? Нет, надо. Я не привык, чтобы это самое на халяву, чтобы все такое. То есть, нет, можно, конечно, разов, другой, там, это самое, ничего страшного не случится. Что, как дом, обстановка? Понятия не имею. Я вот там не был. А еще, еще, сегодня первый день, что ли? Конечно. А, я понял. То есть, сейчас... Вот только-только, вот, ну, сколько, ну, два часа назад вышел из больницы. А, понятно. То есть, мамка сейчас обрадуется, да? Ага, ужасно прямо. Счастье, полные штаны. Танюха с шестого, там, с восьмого. С восьмого. Да. Вот Танюха, может, и обрадоваться. Куда я дел кепку? Никто не помнит. Я предлагаю сейчас поблагодарить всех подписчиков, потому что все там безумно переживали. Я благодарю. Не просто благодарю, а искренне благодарю, не просто искренне благодарю, а сердечно благодарю. Всех-всех-всех-всех-всех до единого подписчиков. Вот того, что вы сейчас смотрите. И меня, в частности. Вот. Ну, за то, что вы смотрите. Оставайтесь всегда с нами, господа товарищи. Оставайтесь всегда... Все переживали очень сильно прям вообще. все писали валера живи это был хэштег ну вот собственно дописались дописались поэтому все супер дай глоточек пожалуйста все полную тренинг допивать я попить люблю еще как люблю очень вкусненько чего это страшно дел мне пиво даже не надо на лимонад тебе пора насколько в больнице залежал у я хрен его знает когда мне привезли где-то неделю недели две на на . все остальное время где бы все остальное время не было два месяца пример никто не видел тебе две недели больницы а где где пропадал я в другой больнице лежал прямом смысле за самое сначала я лежал на васильевском острове это самое но в нервном отделении но где-то дня через два-три надо ну пришли результат я так понимаю анализа все пучком все в елочку что никакое не заразное это самое вот и переводите мне на двадцатку бы там где лежал там меня узнала одна из медсестер узнала да валерик девочки бережечки ну все хорошо сегодня будешь вечером убираться ну то и значит у нас как а я вообще я вообще я мало сплю по большому счету я поздно ложусь и рано встаю мне не нужно вот как вот многим вот допустим людям поспать у я не высыпаюсь там ты рюк ну не знаю не понимаю не могу поверить людей ну вот ладно это касается свойства организма вот я констатирую факт почему на меня поднимают чтобы убираться убираться именно то есть санитары нас нанимают причем нанимает за две сигареты на сам запрещено курить вот ни за что они там не за две тысячи рублей блин а за две сигареты и смех игрек ну ладно ну днем на ляда сама там чуть-чуть подвести вечером тоже это самая такая подметалловка уборка ну и пожалуй все утескать больше так особо-то не на чем рассказывать это можно конечно там долго рассказывать это мой как я там с тем познакомился с тем с этим все контакты я забыл нет серьезно смешного то я ничего не смешного этого я не вижу теперь не позвони не мне позвонить не могут мне не я позвонить не могу главное что все хорошо закончилось главное что да ну все отправил валеру на такси домой дал ему немножко денежек чтобы он на первое время ну как-то хоть смог жить ну вот и стою сейчас около дома и такая знаете у меня легкая апатия казалось бы да все хорошо валера нашелся вроде бы вроде бы все замечательно а с другой стороны думаю вот блин сейчас опять все то же самое опять вот эти вот около метро опять эти вот колдыри местные опять вот это вот нелюбимая мать нелюбимый дом вот как же тяжело все-таки ему реально вот вы бы видели как он обрадовался когда я пришел и вот этот момент когда я увидел его вот эту вот улыбку радость я понял чтобы реально для него единственный человек который вот пускай формате видеоблога да для вас но формате его жизни я прям единственный человек с которым он может общаться вот в общем то конечно выглядит он более менее но все равно он конечно так мне кажется немножко плохо поэтому ну буду надеяться на лучшее буду помогать ему вам спасибо большое ребят что поддержали прошлый ролик вот хэштегом валера живи яду я я считаю что в этом в том что он жив на самом деле есть и ваша заслуга потому что но реально мы все очень сильно переживали мы прям болели за валеру чтобы все было в порядке в итоге все в порядке понимаете это очень круто что мы верили в лучшее это лучшее настало это лучшее получилось он поэтому друзья я домой вам всего самого лучшего верьте как видите надежда умирает последний и все все хорошо что так получилось поэтому с вами был александр жучкин хочется сказать последней серии про вольеру но ладно же заикаться не буду поэтому все до новых встреч пока